МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Когда я преподавал психиатрию и клиническую психологию в медицинской академии, над рабочим столом в моем кабинете висело три портрета Зигмунд Фрейд, Као Густав Юнг и Виктор Франкл. Первые двое были моими учителями. Последний Виктор Франкл, научным оппонентом и врагом, которого я бесконечно уважал, потому что настоящих врагов нужно ценить, беречь и уважать. Виктор Франкл во время Второй мировой войны прошел через кошмар нацистского концлагеря с Венцем. И не просто прошел, а сумел организовать в условиях лагеря психологическую помощь заключенным. И потом создал психологическое направление, которое сегодня называется логотерапией или терапией смыслом. Наблюдая за жизнью заключенных в лагере, Франкл убедился, что главным фактором, который позволяет человеку не сломаться, избежать отчаяния, пережить самое тяжелое время, является смысл. Причем смысл этот заключается не в том, что жизнь может тебе дать. Об этом мечтало большинство заключенных. Они мечтали об утраченной вкусной еде, о теплой ванне, о хорошей одежде и постепенно впадали в опасную для жизни депрессию и апатию. Но были люди, заметил Франкл, которые видели смысл в том, что у них оставались на свободе некие незавершенные дела. Кто-то не дописал книгу, кто-то мечтал подарить жене розовый куст, кого-то ждала любимая внучка, и человек чувствовал себя кому-то нужным. Таких людей лагерная жизнь мало меняла в моральном и нравственном плане. Они становились даже сильнее. И Франкл очень четко показал и доказал, что главный смысл жизни заключается не в том, что она может дать тебе, а в том, что ты можешь дать жизни. Помните знаменитый лозунг? Не спрашивай, что Родина может дать тебе, спрашивай, что ты можешь дать Родине. Поэтому мой совет сегодня прост. В тяжелые времена и в тяжелых ситуациях не думайте о том, что вы недополучили сегодня от жизни. Ничего кроме апатии, тревоги, злости и депрессии это не вызовет. Думайте о том, что вы можете дать сегодня своим близким людям. Это наполнит жизнь и радостью, и любовью, и тем самым смыслом, который мы часто теряем, и о важности которого учил Франкл. Спасибо ему. С добрым утром. Редактор субтитров А.Семкин